Сегодня очень хорошее было видео, где женщины из России поясняют, что мы как в тюрьме, мы в загоне. Так вот, как известно, если сравнивать с животным миром, в загоне у скота нет лидеров. Ну нет и все, они стоят в загоне. Вожак и лидер у животных появляются, когда они свободные. Когда они свободно перемещаются в пространстве, у них действительно формируются лидеры. Я часто привожу пример буйволов, как они объединяются против львов, против прайда львов и гоняют этих львов вовсю. Ну режим это же не львы. И эта женщина очень хорошо сказала, что для того, чтобы появились лидеры, нужно стать свободными, стать с диванов. Мы по этому поводу много раз объясняли, что за лидеры, откуда они должны взяться. Я сейчас в этом прямом эфире это все озвучу. Но вы все должны понимать, что сейчас люди будут активизироваться. Сейчас люди будут выходить массово. И наша задача это расширить. Почему они будут выходить? Почему вчера этого не было? Почему сегодня появилось? Дело в том, что этот режим не оставил никому выбора и выхода. Что делает режим? Они говорят, что те, кто до 10 августа не вакцинируется, те фактически не получат допуск к своим рабочим местам, а по сути они будут уволены. Ну, как вы понимаете, если человек будет уволен, то, соответственно, у него возникла проблема и по оплате своих кредитов или вообще своей текущей жизни. То есть тот последний аргумент, который люди использовали и говорили, что если нас уволят, мы потом не сможем оплачивать свои кредиты и как мы будем жить. Вот сейчас ситуация такова, что режим создал ситуацию, когда он говорит, если ты не будешь вакцинироваться, то мы тебя уволим. А раз у человека отбирают последний, у него нет выхода, как выйти на эти митинги. То есть, когда вчера гражданские активисты выходили на митинг и обращались за поддержкой к обществу, к сожалению, не было массовой поддержки. Именно тысяч, десятков тысяч и так далее. Это привело к тому, что узкая прослойка гражданских активистов подверглась преследованию. И некоторые из них находятся в тюрьмах, кого-то оштрафовали, кому-то запретили заниматься общественной деятельностью, даже пользоваться социальными сетями. Это итог молчания миллионов. Сейчас наступает ситуация, когда люди говорят, дайте нам лидера. Ну вот они были лидеры, гражданские активисты, которые на всех этих митингах, когда люди свободно изъявляли свою волю, они там появились и были задержаны. То есть, люди не поддержали этих лидеров, и они попали в тюрьму. Вот, собственно, все очень просто. Поэтому, когда эта женщина говорит, что в загоне нет у животных лидеров, то мы сейчас, вся страна, находимся в загоне под гнетом этого режима. Когда человек внутри себя скажет, я свободен, и выйдет на этот митинг, он будет свободно выражать эти мысли, свою позицию. Я заверяю вас, на этих митингах обязательно появятся лидеры, местные лидеры. Вы видели, как эти лидеры появились в Петропавловске, как они появились в Павлодаре. Во всех городах, где люди выходят на эти митинги, обязательно появляются те лидеры, которые являются авторитетами, которым люди прислушиваются. Они идут за ними. То есть, людям нужно встать с дивана, начать действовать, и лидеры появятся на месте.